Всем привет-привет! Начинаем наш первый эфир, который мы делаем в выездном формате. И мы идем смотреть выставку. Сегодня с нами Максим. Максим, привет! Максим – это тот прекрасный человек, который регулярно вам готовит рубрику по средам, которая называется «Библиотека Балаганчика». И да, про выставку мы, конечно же, напишем. Обязательно. Да, мы идем сегодня на выставку, которая проводится на Винзаводе, которая называется «Чего ты боишься?». Собственно, куратором выступила Елена Селина. Это куратор Excel Gallery. И мы пока еще не знаем, что здесь будет, но уже ожидаем что-то интересное. Мы будем просто ходить, смотреть работы, останавливаться на тех, которые нам понравятся. Если у вас возникнут вопросы, пишите, поднимайте руку. Сразу же мы выведем вас в эфир и ответим на ваши вопросы. И расскажем чуть подробнее про то, что мы видим. Ну что, пошлите на выставку? Пока мы видим стену плача, которые ребята с нами разрисовали, видимо, кайф на шоу. Но это не ребята. Я подозреваю, что это... Вот здесь лежат каранташи. Это только художники, да. Я почему и говорю, что, видимо, еще и те, кто пришел, посидеть это быстро. Ну, мы еще раз напишем. Где-нибудь подпрыгнем и повыше. Да, можно вот здесь забраться и на чистом месте написать. Ну что, пошлите на выставку. Собственно, это проект, который организован. Проект «Гравитация», который организует Винзавод. И задача этого проекта – это антология современного искусства. То есть собирают художников, которые сейчас активно представлены на сцене современного искусства. Ну и давайте смотреть, потому что... Потому что зачем мы пришли сюда? Читать, конечно, полезно, но давайте начнем с того, что мы смотрим. Вот мы нашли первый объект. Ну, это, конечно, что-то такое очень сложное. Но, собственно, на самом деле, я извиняюсь за слово «собственно». Я буду контролировать себя и не говорить это слово. Буду стараться. Про что же эта выставка и почему мы с нашим балаганом пришли именно на нее? Потому что отчасти она пересекается с нашим контекстом. Мы говорим про коллективное бессознательное, которое, как воронка, выхватывает индивидуума, погружает в себя, растворяет его, и под влиянием коллективного бессознательного человек растворяется. Но при этом он сам становится частью коллективного бессознательного, который в дальнейшем воздействует на всех других. И здесь куратор Елена Силина, она подошла к интерпретации этой темы через известные работы и Лакана, и Батая, людей, которые работают с современным контекстом бессознательного. Но давайте смотреть, потому что что же это такое и что мы здесь можем увидеть. Чья это работа? Здесь подписано. Что же нам за шторм? Или за шторм? Или за шторм? Или шторм? Нет, ну да, это ее творческий псевдоним. И как это называется? Продолжение следует... Продолжение следует... Бархат, лютая степка, манера, светодиодные панселия. Вместе с французским примером. А, ну значит на французском написано. Да, на французском. Скорее всего без зубов. А где пахнет? Пахнет здесь и пахнет автолином. Вот здесь, да? Ну что-то такое монументальное. Это наличники, красный бархат. Такая отсылка к чему-то хитоническому, я бы даже сказала. О, все-таки знание латыни помогает разобраться. Следующая работа это... Это у нас видео. Но тем не менее, я все время выбираю когда-то публикации, что-то делать для других, вместо того, чтобы сделать приятное себе. Ну и вообще у меня все, как бы два запроса от жизни, это книга и какие-то близкие отношения. Соответственно, наверное, как книга будет закончена, можно будет больше посвятить себя этому. О, мы подошли к уголку, где работа Миши Рубанкова. Называется «Сгустки». Миша писал про эту работу в своем Инстаграме. Да, его визуальный язык здесь достаточно узнаваем. Плюс... Он трансформировался. Он убирает все краски и работает с ограниченными синхроничными, с двумя красками. Красный и черный. Миша писал про эту работу в своем Инстаграме. И мы с удовольствием, что это интернет-мастическое работа со системой. И как раз, если вы добавляете инсталляцию, потому что даже на уровне аурового восприятия мы слышим, то есть, вот, напряженный слух. Следующая работа – это инсталляция. Наверное, да, это для детей, которые выросли в городе и наблюдали потоки воды во время дождя и как все ливневки засасывают вовнутрь. Мне этот страх очень понятен. Я старалась обходить их, не знаю, прям очень далеко. Потому что мне было страшно. У тебя было такое... Вообще любую страх инсталляции, я бы даже сказал, всех открытых люков... Это криптофобия называется. Дырочек, страх в дырочек. А здесь вот именно что-то такое жуткое, потому что ты не знаешь, что там внутри. Это всегда какое-то влажное, грязное, темное. И кто находится там? Сейчас давайте посмотрим, чья это работа. Я тот дурак, который все понял, но в итоге не понял ничего. Да, это тоже про нас. Это работа Слава Нестеренко. Ну, мне очень нравится на уровне символов лаконичный визуальный язык. Потому что, с одной стороны, очень прямолинейно. С другой стороны, получается, что вот эти символы, они очень сильно воздействуют. И парик, который мы воспринимаем не как парик, а как реальные волосы. Узнаваемый люк, который сразу же множество воспоминаний. А скажи, еще что ты боишься в городе? Какие моменты есть? Конечно, интересный вопрос. Я, к примеру, я дико боялась метро. Не знаю, особенно в подростковом возрасте у меня страх детский, что... Ну, рассказывая о том, что на Козаводской метро остановилось, там была большая авария, много людей погибло. Вот этот детский страх, он трансформировался в эскалатор как объект опасности. Следующий момент, который был, скажи, подростковым, это из-за своих людей. У меня это наложилось на чтение, как мистической литературы, которая... Потому что, конечно, это искание поисподнюю, и это было очень жестко. Согласен. Первые моменты в подростковом возрасте, я бы сказал, лет в один, кстати. Когда это первое решение, вы сам... Хотите, вам профессиональные фотографии? Конечно, конечно, пожалуйста. Мы делаем прямой эфир. Здравствуйте. Для наших подписчиков. Для кого? А, ну, привет вам, профессиональные фотографии, которые ГДР смотрят, это 456 фотографий с различных постройках Москвы. Классно, здравствуйте. Меня зовут Тамара, это Максим. А вас? Меня зовут? Я очень приятно. Очень приятно. Я просто слышу вас в голове и читаю информацию Зигмунте Флейдер. Зигмунте Флейдер. Зигмунте Флейдер. Зигмунте Флейдер. Зигмунте Флейдер. Это благодаря чему существует современная психотерапия. Это же микрофон. Зигмунте Флейдер. Что вы хотите узнать? Первая серпликация, это серпликация того, что Зигмунте Флейдер это тот человек, который впервые ввел феномен бессознательный. Это очень сплошилось с наукой в тот момент времени. Потому что стало то, что то, чего мы боимся, то, что мы делаем, это связано с тем, что вытеснуло то из нашего знания, которое нам выучили. Наши страхи зачастую связаны с тем, что у нас осталось давно. Мы годами над этим работали. И очень часто, когда мы видим какую-то картинку, мы невольно испытываем какие-то эмоции, связанные с тем, что у нас есть наше бессознательное. В данном случае, так как выставки страхи, мы видим только автор конкретно данной работы, связанных с чем? Советским. 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 Ну, на самом деле это очень похоже. Родина мать зовет. Я часто ездила. Куда? В Тимирайдевский парк, где дача Бутыдича. И это реально страшно. Ты идешь и тут там голова. Ну, там стоит пятиметровая голова у него на даче. Не спорю. И все это зависит от вашего возраста и от того эвакуализации, в которой находился был того, как вы там оказали. И если вы ездите дома с родителями, вам, как вы говорите, один секрет, там где до этого вам было комфортно, легко, светло и радостно, и тут неожиданно оказывается скандантским человеком, скандантская работа, непонятно, из чего сделано. И неожиданно даже если взрослый человек, неожиданно испытывается и испытывается в начале динамика. Да. А сколько у нас базовых функций, ты знаешь? Что? Сколько базовых функций? Мм? Любой человек должен знать... Семь? Ага. Любой человек должен знать, что десять базовых функций, одна из базовых функций. Три не дотянула. На 70% я права. А какие десять можете перечислить? Ну давайте. Мы уже назвали две. Мы уже назвали две. Интерес. Назвали? Вторая эмоция, как это назвали? Са. Предположенные эмоции. Любой? Это чувство. Не путайте. Эмоция – это базовое явление. А чувство – это эмоция, которая длится определенный прямого времени. Страх. Радость. Радость. Вот я про это говорю. Интерес. Страх. Радость. Еще есть эмоция, из-за которой у нас уничтожается... Ненависть. Это чувство. Это чувство. А что под нить? Под ненавистью. Гнев. Вы правы. Четвертое. Дальше. Когда кто-то вам не дал булочку, а вы очень хотели эту булочку съесть. Разочарование. А еще разочарование – это слабая степень. А что еще там? А когда... Обида. Обида. Да. Обида в булочку. Да, все верно. Еще. Когда вы являетесь тем человеком, который не поделился билетом на выставленный завод, а вы до этого обещали, обещали, но не купили, не стали тратить 500 рублей на какую-то современную выставку. Какую эмоцию вы купили? Негодование? Нет. Это чувства. Негодование – это вообще описание того, как эти чувства и эмоции были. Негодование по другому. Сейчас. Обиду мы говорили? Да. Что противоположное? Если вы обижаете, то есть на вас обижаются, а вы что чувствуете? Ну, смотрите, вы хотели, ваш племянник хотел на выставку на завод, так? Да. Вы сказали, все, пошли, пошли, все купили. Приходите на выставку на завод, и тут говорят, только через приложение, да, у вас интернет еще не работает. А еще выставка стоит 500 рублей и скидок. Стыд. Так, еще. Стыд, а по-другому еще, еще, еще. И вы говорите, извини, племянник. И племянник говорит, извини, но... Неудобное положение такое. Да, ну все за эмоции. Да. Четыре буквы всего. На вы начинается. Вина. Правильно, про нее говорю. Еще и вина. Слушайте, а мы-то гордились, что много слов знаем. Ну, на самом деле, почитайте, по ситуации, это 10 базовых эмоций и обязательно запонимать. Обязательно это сделаем. И вот сегодня мы ощущаем страх. Продолжаем. Спасибо вам большое. Вы можете передать координаты, где я себя потом вырезаю? Конечно, конечно. А ты можешь в наше сообщество? У нас очень интересное сообщество. Мы... Ой, это твой. Мы исследуем новые медиумы, новые медиа. У нас вообще как бы пространство метавселенной. Угу. Угу. И, собственно, мы называемся Балаганчик не просто так, а исходя из того, что название есть большой смысл. То, что мы работаем... Ну, как бы наше сообщество посвящено тому, что человек учим... А можно название группы ВКонтакте? А, ВКонтакте у нас нет. У нас... А где вы есть? В телеге. В ВКонтакте. В ВКонтакте мы есть. Но имя не пользуемся. Но мы пока вот сейчас только его начали осваивать. Я сделаю проще для людей, у которых иногда не работает интернет, для которых стоит подумать, прежде чем принимать импульсивные решения, дружить со всеми подряд. А вы тогда просто запишите, потому что мы вам пришлем... Вы читаете мои мысли, угадывайте. Потому что я действительно пишу название. Балаганчик. Чтобы мы вас не потеряли. С удовольствием буду дружить, потому что обращайтесь к психотерапевту, даже к психологу, я сейчас психолог, который работает с студентами медицинского университета. Слушайте, классно. У нас каждую неделю практически мы приглашаем разных спикеров. Я могу на данный момент... Через Telegram мы можем просто встретиться и провести. У нас 45 минут, час максимум. Иногда, если очень интересная тема и прям все заходит, мы это растягиваем на две встречи. Замечательно, мы можем это сделать онлайн. На данный момент я локализуюсь в городе Пуцк. Да, у нас как раз все. У нас же метавселенная. Поэтому для нас пространство вообще неважно. Я думаю, что человек, который сейчас очень тоскует по гаражу, центру современного искусства, могу вам сказать, что винзавод пока не восстанавливает наш гараж, к сожалению, наши эмоции. Но ГМИ имени Пушкина замещает все-таки Клода Мане и в новой Третьяковке Кондинского... Мы как раз на прошлой неделе говорили про коллекционеров у нас. У нас есть подкаст на Яндекс.Музыке, то есть из наших встреч, которые мы проводим со специалистами. Дальше мы выкладываем наши беседы. Так называется подкаст на Яндекс.Музыке. Я понимаю, давайте ВКонтакте расскажите по именам. Вы есть подкаст? Хорошо, да, я есть. Только у меня на телефоне я не смогу показать. Нет, просто скажите... Меня зовут Тамара Танатарова. Тамара Танатарова. Самая первая? Самая первая, да. В таком контексте. Классно. В том числе сейчас мы имени Пушкина сходим в группу. В галерею Денеки надо дойти наконец-то нашего коллекционера Денеки, точнее художника, известного во всем мире, в Кракуре совсем в Кракурске. И более того, я сочетаю это с интерпретацией, с точки зрения всех людей. Вот то, что мы сейчас услышали. Классно, огромное спасибо. И вам спасибо. Финестетика – это один из важных стимулов. О, прям чувствуется, да. Все, счастливо. Какие неожиданные встречи бывают. Да. Ну, зато у нас теперь мы можем обратиться, если у нас возникнут вопросы, к психотерапевту. И... Ну, да. Родина-мать. Есть Тимирязевский лесопарк, Тимирязевская академия. И раньше там были дачи. Вот как на Соколе есть дача художников на Тимирязевский лесопарк. Там были дачи академиков, которые были связаны с сельским хозяйством. И скульптору Лупетичу выдали там домик. И там вот представляешь, вот Москва такая вся многоэтажная, вся такая бурная, такая вся суетная. И вдруг ты оказываешься в старом дачном поселке. Там двухэтажные домики деревянные. И это прям, на самом деле, немножко страшно. Потому что ты идешь, и вдруг, ну так вот, голова большая. Да, он делал ее на своем Родина-мать. Путетич, скульптор, который создал памятник в Сталинграде. Который теперь Балдоград, Родина-мать. И когда он делал макет, он вначале сделал реальный размер. Голову Родины-мать зовет, который стоит теперь на его учатке. И это на самом деле, ну вот просто представьте объем. Я где-нибудь найду картинку, как это выглядит. Ну прям впечатляет. Поэтому да, переходим к следующему страху. Это одна из самых интересных работ. Да? На мой взгляд, да. К каждому человеку отвлекается что-то свое. Делать и бездействовать. Выходить, думать, смеяться, плакать, ошибаться. Ну, кстати, эта работа... Да-да-да, именно так. Не выходи из дома, не делай ошибок. Не делай ничего, не будь ничего. Вот это из этой серии. Дарья Неретина. И эта работа, если я не ошибаюсь, она выставлялась на ярмарке каталог. На этом мы тоже говорили. И сейчас тема работы с тканью, на самом деле, очень активна. Она используется. И вышивка вот как раз-таки становится очень сильным медиумом. Наш друг Аня Тарарова. У нее есть работа, большое полотно. Она нашла старинный льняной рушник, на котором вышла сама виновата. Бисером тоже, красным бисером у нее вышивка. Эта работа есть, кстати, в галерее в метавселенной Балаганчика. Эта работа там представлена. И да, здесь сразу же, ну, наверное, опять же, на уровне как бы восприятия медиума слов и как это все экспонировано, даже там не читая, что это Дарья, мы понимаем, что это высказывание женское. Так, идем дальше. Так, идем дальше. Бархат очень. Кстати, вот здесь тема бархата у нас вот здесь и вот то, что альфакторное там мы смотрели, вот эти портьеры. Не знаю, опять на уровне вот символизма определенного, как все воспринимается. Мне кажется, это потому что детская нежность, детская невозначимость какая-то. Вот когда вот ты не готов еще, но нужно вот куда-то вытарить, нужно что-то делать, а ты все еще вот такой же нежный, маленький, пушистый, белый ребенок. Слушай, интересно. Интересно, потому что абсолютно разные получается поколенческое восприятие красного бархата. У меня вот сейчас вот та работа, к которой мы первые подходили, вот эти красные портьеры из бархата, это прям сразу, знаешь, такой советский дом культуры, что-то такое провинциальное, эти пыльные шторы. Ты стоишь, там нужно выйти на сцену, ты прячешься за эту штору, это страшно, ты боишься, боишься зала, боишься людей или это какие-то нудные собрания, ты пытаешься сосчитать, сколько там висит этих, сколько складочек, ну чтобы хоть как-то себя занять. А в Советском Союзе была такая практика, что детишек гоняли на всякие, там нужно было прийти и слушать какие-то безумные доклады. А здесь вот у тебя прям с нежностью. У меня, видишь, опять вот моментально, бархат, красный, Советский Союз. Ужас. И да, я даже не пробовала его потрогать, а он действительно такой. Там как раз идея, идея понятна, да, там идея в том, что там сделаны шторы, там сделаны, они закрыты, так можно это воспринимать. Здесь вот это просто полотно, которое перекинуло, да, через, и не более того, то есть оно здесь выполняет много любых, видимо, и москве. Да, а вот смотри, еще опять работаю, все-таки красный цвет, он очень опасный. А я вижу как раз, но внутри написано везде «не». То, что внутри, это не видно, то, что с обратной стороны. Ну да, на самом деле очень здорово получается, что активные призывы к действию, и при этом это то, что внешне мы говорим, а внутри все у нас кричит о том, что «не». «не». Спасибо. Достаточно личная работа, случайно найденная. Такое высвечивание неоном, опять же, неон как здесь работает, он дает холодный, неживой цвет, и сразу же восприятие нечто неживого. Детский рисунок. Это работа Ниши Бутовина. Наверное, боится, когда я получила, что они эти рисунки не нравятся, но не нравятся они. Ничего себе, они не нравятся. Немножко другое, то, что они милые, вроде бы детские, но в то же время достаточно жуткие. Да, вот хотя бы сюда. Ну, да, именно так и написано. Ну, тема, да, вот розовые комнаты, детские игрушки, наверное, в этом плане более сильная работа у Оли Махно. О, бросим ссылочку. Очередная история с файбер-артом. Такой коврик. Это Катика, наша любимая. Катика была резидентом последней десятой открытой мастерской. Очень интересно. И запомните, пожалуйста, эту работу, потому что я думаю, что в сентябре мы будем встречаться с Андреем Кузнецовым. Он делает сейчас проект Кемера. Немножко расскажу, кто ее любит. Он про то, что правды в этом мире нет. Есть истории, которые остаются у нас, которые мы потом интерпретируем и считаем эти истории за правду. Это моя интерпретация его версии Кемеры. О том, что очень многие образы из детства, образы мест, образы людей, события, они вроде бы у нас есть, но они полностью исчезают. И это пространство, наша память, наш мозг замещает некими объектами странными. И у него там город, в котором он вырос, это Люберцын. И вот часть здания он не помнит, и там какая-то химер вместо этого. То есть ему кажется, что он помнит, но это не так. Там фотографии родственников. Да, есть вот ощущение, что я помню, но вот как выглядит этот человек, я не помню. В смысле, когда уже возникает вопрос. И здесь как раз-таки, давай прокатим еще чуть-чуть. И здесь как раз в центре находится таракан, как некий родственник, с которым фотографируются, но которого нет этого. Образы сделаны на нейросети. Продолжение следует... Это священник надевает, и во время причастия он накрывает как раз-таки. Здесь опять гипертрофированный размер, и можно пройти и постоять там. Продолжение следует... Работа Алексея Журавлова, Линька. Очередной файбер арт. Техники ботик. Или ботик. По-разному называют. Дарья Головкова. Кстати, очень часто сейчас обращаются... Я зашел эти работы на самом деле. Я взрослый. Спасибо. Да. Спасибо за проверку. Сейчас мы пройдем. Очень много обращается к работе с тканью. С 11 лет Саян Байгалиев. Мне очень понравилась работа с тканью. К сожалению, не помню. Подольность можно посмотреть по прошлому листу. Работа для нас с тканью. Я просто не спрашиваю дерево. Да, он же объемное живое. На самом деле, дико страшная работа. Работа Саяна Байгалиева. Не знаю, сможет ли он рассказать про нее. И история про страхи, которые связаны с потерей родственников, близких. Прежде всего, матери. И уже далее, во взрослом возрасте, этот страх трансформируется в страх потери самого себя. Потому что у тебя есть уже ответственность перед твоими детьми. И выполнен в стилистике, ну, как бы, такого традиционного казахского сюзанэ. Который плетут экилима. То есть, это экилим. Я думаю, что не просто козор, а экилим. И самое страшное здесь, вот, когда умирает, по мусульманским обычаям, саван оборачивают, а сверху там есть специальные... Это чем-то напоминает, переноска это напоминает колыбель. И вот это как раз-таки форма, да, форма колыбели. И форма прям, ну, у меня однозначно рассчитывается, что это похоронный обряд. И это страшно. Я знаю. Опять же, цвета. Я люблю Саяна, я люблю его колористику, я люблю его подход к всему, то, что он делает. И на самом деле это очень сильно, что он решился рассказать об этом. Ну, а вот, кстати, да, потому что культурный контекст, он совсем другой. Я вот стою, у меня прям мурашки по коже. Для людей, кто не погружен в этот контекст, для них это там вот девушка просто прокомментировала, похоже на ламинат. И это нормально, в этом нет ничего страшного. О, курицы. Раз, по-самеру. Слушай, на самом деле они же тоже вот с точки зрения ребенка, они мега страшные. А это сейчас они как бы лежат, ну, вот, попробованные, и то страшно. А вот когда они на рынке, в магазине, они как бы излично, вот, они лежат. И ужас. Китайцы. Это работа у него... А, это курицы, но все равно птички. Птички, курицы, тоже птицы. Так что, о, это работа Василиса. Василиса у нас исследует тему смерти достаточно давно. Тоже это очень лично, и я думаю, что можно будет попросить рассказать. Если вам будет интересно, то можно пригласить, попросить Василису прийти к нам на эфир и рассказать. У Василисы первый, ну, опять же, у нее есть несколько объектов очень ярких, которые кукон, сваленный из шерсти. Да, из шерсти, он такой, как войлочный. И он относится больше к ее ребенку, что она хочет оградить. И в 22-м году был проект, который назывался «Тарараптай». И он был связан с историей внезапной смерти ее мамы, Аксайнида, который был посвящен. И да, она часто обращается. И тема голубей, которые растерзанные лежат в городе, и да, мы их часто можем встретить. И знаешь, самое страшное, что это смерть становится такой достаточно обыденной, и мы воспринимаем это не смертью, а то, что нужно быстренько это убрать, чтобы не началось разложение, не портило детям восприятие реальности. Ой, это картошка. Ну, картошка, да, вообще похожа на камни. Работа художницы «Франгиз». Тома. Тоже что-то страшное. Слушай, на самом деле, дико страшное. Ну, объем, конечно, невероятный, если честно. И да, вот здесь прям такие хитонические и детские страхи, и страхи уже взрослые. Все-таки земля, несмотря на то, что мы как бы понимаем, что земля, здесь такая хорошая, черноземка, что это источник жизни, но сама земля, она пугает человека. У меня первым делом почему-то ассоциация, там много всего, но вот земля и вот эта ее тяжесть, ее холод, прям пугает. Ну, еще пара ужастиков у холмов есть, глаза, дрожь земли и прочие. Женя Кузьма. Ничего не происходит, ничего не записывает. О, кстати, а это тоже страх. Это самый большой страх, а страх еще подкастера, это наш страх. Да, и то, что никто, да, но тем не менее, потому что ты веришь в самого себя, и ты веришь в это. Так что это работа имени сообщества «Балаганчик». Приходите к нам на эфиры, подключайтесь, ставьте ваши вопросы.